На четвертом километре Чусовского тракта, что в городской черте Уральской столицы, в тамошнем коллективном саду Горняк-2, посреди ночи случилась пламенная напасть, убившая 59-летнего садовода, который теоретически мог спастись. Помощь к нему уже ползла сквозь дым, но сил на спасение у него не нашлось, ибо мужчина после длительного перерыва развязал с братом на пару и был пьян. Потому не спасся, а погиб в гиене огненной. В буквальном смысле, а не в метафизическом. Предыстория такая. Жил-был в садовом домике с мансардой 59-летний мужчина, бывший спортсмен. Соседи говорят, на свой возраст вообще не выглядел бы таким бодрячком. Весной он на несколько месяцев ушел в глухую завязку. Ну, в смысле, перестал бухать. И жизнь, казалось, заколосилась. Занялся садово-огородным хозяйством, и даже несмотря на зрелый возраст, сумел устроиться на работу. Но практика показала, что не каждая работа полезна для организма. Выяснилось, что трудиться этот садовод устроился в магазин по продаже самогонных аппаратов. Прикиньте, какое это искушение для пьющего человека в завязке. В итоге он один аппаратик со змеевиком приобрел себе и стал гнать. А в субботу вечером к нему еще и брат в гости припожаловал. Они в два лица бухнули, брат-то уехал, а хозяин остался в огороде и сгорел заживо. Он как бы в завязке был где-то, уже месяца три не пил, ничего. А вот брат-то ехал у него, они куда-то... Они гуднули, да? Они гуднули вчера на... А что делать-то повалил? Не, брат-то уехал вчера еще вечером, а он... Вот, отсюда повалило. Я сперва не понял, думал, обычно это, знаешь, прижигает что-то. Ну, что-то такое, пластиком завоняло. Ага. А это ворота, вот они. Ну-ну-ну. Я выскочил. ***, вот здесь окна у него. Уже ***, да. Уже внутри полухало по полку, потому что это от облицки были видны. Вот, я сюда... Я братом зашел, бедетельно, двое. Я сюда прибежал к нему, начал орать его. Очевидцем ночного воспаления стал сосед Алексей, который слышал, как бухой мужчина кричал из дыма и поспешил к нему на помощь. И даже заполз в эту дымовую завесу, а, впрочем, долой отсебятину. Вот у него, вот он. Ну, то есть, если ты дверь открыл, там полностью что-то дыло? Там уже было дыму, потому что у него от двери... Да, я говорю, что его это... Я его крикнул, он замычал там что-то. Я говорю, ***, иди сюда, говорю. Иди на свет. И в телефоне фонарь включил, говорю, не ползай. На свет хотя бы, говорю, ползи, на голос иди, говорю, этот, по плоском, говорю. Потому что я-то дополз до второй двери, вот здесь прекрасный вход был. Я до нее дополз, говорю, ползи, хотя бы если он доползет, я его удержу, успел, потому что где-то там уже дальше не хочу, невозможно было. Я бы там выездил остался. Ну, понятно. Ищу, говорю, хотя бы что-то видно, ориентир был какой-то. А, то есть, он оттуда отвечал, да? Да, да, да. Ну, он, ***, бухал сегодня. Где он, где-то слева, да? Вот здесь, вот. Вот в этой комнате, да? Вот здесь, вот здесь. А он же показал там за стеной, говорю, вот здесь за стеной. Вот здесь у него диван стоял, скорее всего, что он на диване был. Ванька, слышал, да? В той комнате у стены. По прибытии первых пожарных подразделений было обнаружено, что горит открытым пламенем одноэтажный жилой дом с мансардой. На пожаре работало 3 единицы техники и 13 человек личного состава. На данный момент личный состав проливает конструкции и разбирает на предмет обнаружения возможных пострадавших.